Ездить по новеньким дорогам всегда приятно, однако мало кто задумывается о том, как налажена работа в организациях, которые их ремонтируют. Марат Гумеров, директор одной из них, рассказывает, компания недавно отметила юбилей, 30 лет. Только в этом году по муниципальному заказу в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре подрядчик обновил 20 участков дорог местного значения. Работа у сотрудников тяжелая. Здесь каждый, как звено одного большого механизма, должен четко, своевременно и безупречно выполнять свои обязанности. Тогда система будет успешно и правильно работать. Предприятие функционирует буквально 24 на 7, говорит Марат. И большую часть времени, особенно в теплое время года, когда идет дорожно-строительный сезон, сотрудники проводят на своих рабочих местах. Неудивительно, что дружеские отношения порой перерастают в семейные, возникают у трудовые династии. Сейчас в компании их 11, возможно, в будущем станет больше. Так семья Кутуевых посвящает немало времени тому, чтобы их сына Артема еще больше заинтересовали тонкости профессии. Родители, Ольга и Руслан, не против, если ребенок в дальнейшем пойдет по их стопам и посвятит свою жизнь дорожному хозяйству. Руслан универсальный механизатор, работает на любых техниках, это и отечественные, и импортные, и асфальтоукладчики, и катки, и погрузчики, и бульдозера. Супруга работает бухгалтером и растет сын, несмотря на юный возраст, тоже уже интересуется работой папы, втягивается процесс. В целом мы поддерживаем развитие трудовых династий, потому что, на мой взгляд, это залог успешной работы. Ольга Кутуева признается, работать вместе с супругом ей только в радость. Летом нагрузка значительно возрастает, а зимой, когда идет подготовка к следующему дорожно-строительному сезону, снижается, и появляется время на отдых всей семьей. Но даже тогда все в городе напоминает о работе. Едешь по городу, да, вот это, помнишь, что вот это был наш объект, вот эту улицу строили. Гордость приятна. Осознавай, что ты же тоже сделал вклад вот в эту дорогу, по которой ездят люди, по которой пешеходы проходят. Глава семейства Руслан Кутуев говорит, что за лето по нацпроекту принимал участие в ремонте улиц Авроры, Красных Коммунаров и многих других. Любые виды работ, будь то раскидывать смесь лопатой или трудиться на асфальтоукладчики – это трудоемкий процесс. Летом сверху обжигает солнце, снизу – горячий асфальт. Но сделать по-быстрому точно не получится. Тут все строго по технологии. Была точка, например, ну все думаешь, все брошу и как бы закончу все. Ну нет, а потом обдумаешь, думаешь, ну ладно, что-то надо работать. Людям как-то может дороги делать, может, для людей. Что-то приносить, какой-то пользу свою, вклад свой вносить, так сказать, в развитие дорожного хозяйства. Вот КамАЗ везет асфальт. Потом асфальтоукладчик его вот так толкает и сам уложит асфальт. Из кузова высыпается ему вот сюда асфальт. Любовь к профессии передается по наследству. Это не просто слова. Артем ходит во второй класс. Для мальчика машинки – это не просто игрушки. Артем хочет быть похожим на отца. Поэтому уже сейчас познает тонкости профессии. Да и в дорогах знает толк. Пойду работать на асфальтоукладчик и на грейдер. Хорошая дорога – это хорошие качества, ровный асфальт и хорошие обочины. В дорожной отрасли преемственность и династии приветствуются. Известно, что опыт люди передают из поколения в поколение. Приход в профессию, несомненно, начинается с мотивации, потому что младшее поколение в виде, как трудятся старшие поколения, тоже заражаются этим энтузиазмом. Тоже хотят стремиться быть похожим на свое старшее поколение, а может быть и превзойти. В настоящее время ряд сотрудников, в том числе и с трудовых династий, находятся в зоне проведения специальной военной операции. После возвращения они вновь приступят к выполнению своих привычных профессиональных обязанностей. Ведь обновление дорожной инфраструктуры в числе приоритетных направлений деятельности региональных и городских властей. Напомним, что по итогам прошлого года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году только в Самаре на средства нацпроекта в нормативное состояние привели 42 объекта. Более 40 километров дорог стали комфортными, надежными и безопасными. У каждого в жизни своя дорога и выбор профессии велик. Как говорил древний философ Конфуций, найди себе дело по душе, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Ксения Баканова, Николай Епифанов, Петр Пламеев. События. Мы молчим? Да? Ну, что, День, теперь даришки закрыли. На всякий случай. Что-то ты должна придумать. Получается некий текст какой-то, да, виртуозный. А с вами, курица. Ну, мы сегодня приехали к вам с душой, вы к нам тоже с душой. Сейчас мы чуточек вас проинтервьюируем, а потом отпустим, чтобы вы спокойно доделали дорогу самым высшим качеством. Субтитры подогнал «Симон»